Весник Альметьевского хоккейного клуба «Нефтяник» Незаметно регулярный чемпионат высшей хоккейной лиги добрался почти до своего экватора Позади пройдено немало, но впереди еще много увлекательного Итак, сегодня в передаче Новая арена, старый соперник Альметьевские фанаты последовали за «Нефтяником» в Тольятти 11 шайб на двоих, бразильский футбол или день открытых дверей 6 побед к ряду на родном льду, серия спутника и прощальное слово Евгения Филина 6 очков из 6 Впервые в сезоне «Нефтяник» выдал 100% выезд Причем во встречах с серьезными соперниками Сначала «Нефтяник» скрестил клюшки с «Динамовцами» из Балашихи На старте чемпионата подмосковная команда ходила в лидерах В последних турах темп сбавила, но это не сделало задачу хоккеистов из нефтяной столицы Татарстана легкой Они смогли предложить хозяевам высокий темп и на шестой минуте открыли счет Отличился Руслан Хасаншин Во втором периоде гости отдали инициативу, но все же развили успех Вторую шайбу забросил Даниил Макаров Третий период проходил в равной борьбе Все, что смогли сделать динамовцы, сократить разницу в счете «Нефтяник» победил 2-1 Из Подмосковья подопечные Решата Гимаева отправились в Краснодар Местный Кубань в случае успеха выходил на первое место в таблице Но альметьевцы помешали планам хозяев По словам наставника «Нефтяника» Главное было хорошо отработать в обороне и не допускать контратак И эту задачу игроки выполнили Они первыми добились успеха На девятой минуте усилие партнеров точным броском завершил Рустам Шангараев В середине второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами В составе татарстанцев забил Даниэль Насибулин Скользкий счет 2-1 продержался почти до самого конца встречи За 4 минуты до сирены Андрей Демидов стал автором третьего гола гостей Кубань пыталась спасти матч, но сквитала лишь одну шайбу За 2 секунды до его окончания «Нефтяник» победил 3-2 На выезде просто мы сыграли очень просто Очень хорошо настроились И результат не заставил себя ждать Сейчас особо настраивать в команде ребят Все и так сами все понимают То, что очень много очков растеряли на старте Сейчас просто надо каждый матч выходить и выкладывать на все 100% Чтобы завоевывать очки Чтобы попасть в плей-офф Затем «Нефтянику» в чемпионате высшей хоккейной лиги Выпал черед помериться силами со своими соседями «Нефтяник» и «Тольяттинская лада» – географические соседи Но на момент встречи в Альметьевске являлись и соседями в таблице Поэтому противостояние было обречено на упорную борьбу Команды активно начали матч Однако неплохо проведенный черно-белым первый период Испортили собственные ошибки Позволившие гостям дважды в течение минуты добиться успеха Немного исправила ситуацию ответная шайба Проведенная Константином Костюхиным при реализации большинства Из «Тольятти» на матч приехала обнушительная группа поддержки А возглавлял ее, образно говоря, известный российский хоккейный специалист Сергей Михайлович «Тольятти» – это хоккейный город, это понятно И те зрители, которые сегодня пришли, они, так скажем, с удержавлением болеют Атмосфера абсолютно хоккейная И я, на мой взгляд, что команды эту атмосферу поддерживают Хороший хоккей был, атакующий хоккей был Хорошее движение было, хорошая борьба была В начале второго периода гости провели третью шайбу Но благодаря голам Умеда Гельманова и Руслана Хасаншина Нефтяников восстановил равенство И на второй перерыв команды ушли при счете 3-3 В середине заключительной 20 минутки Тольяттинцы дважды зажгли красный свет за воротами черно-белых К сожалению, вновь приходится говорить о том Что они слишком вольготно чувствовали себя в этих моментах Нефтяник большими силами пошел в атаку и, играя в большинстве, после трехходовки Костюхин-Хасаншин-Сыбулин сократил разрыв в счете до минимума В концовке встречи хозяева сняли батарея и получили прекрасный момент уйти от поражения Но забить не смогли В итоге Лада победила с отчетом 5-4 Нефтяник на протяжении многих сезонов Команда, которая заметная в этой лиге Команда, которая показывает стабильный хоккей Думаю, что нефтяник способен на больше, чем в данный момент И я просто верю, что тренерские мысли, тренерские, они дойдут до игроков И я думаю, что команда будет на том месте, к которому привыкли болельщики до последнего года Два матча за три дня против Лады пришлось провести нефтянику волей календаря После досадного, из-за собственных ошибок поражения на своем льду Альметьевские фанаты отправились на выезд в Тольятти, чтобы поддержать любимцев Руководство альметьевского нефтяника вновь пошло навстречу по желаниям болельщиков Клуб предоставил им для поездки в Тольятти комфортабельный автобус Несколько часов в пути, и альметьевская торсида высадилась у новенькой Лады-арены Фанатам не нужно было ждать стартового свистка, чтобы заявить о себе Мы приехали, чтобы победить! Чтобы победить! Чтобы победить! Тольятти – город с большими хоккейными традициями и большими достижениями Только титул у чемпионов России чего стоит В Автограде все грезят с возвращением в КХЛ Хоккей здесь не только любят, но и хорошо разбирается в нем Было интересно узнать мнение болельщиков Лада-соперники и прогнозы на матч Соперник интересный, соперник, вот даже вот то, что позавчера играли И в принципе выиграли, так скажем, с натяжкой такой, с небольшой Вот, но выиграли Соперник мастеровитый, вот, но наши ребята лучше Соперник знакомый, тоже состав у них неплохой И наш воспитанник Хасаншин там играет Соперник, конечно, Лада будет по составу посильнее, чем нефтяник Ну, все покажет игра Фортуна, она есть фортуна, как говорится, в спорте Избежать собственных ошибок стало одной из важнейших задач для черно-белых в Тольятти Игроки Лады с первых минут встречи пошли вперед и захватили инициативу Гости почти весь первый период оборонялись Но в его концовке смогли провести результативную атаку Руслан Хасаншин, к слову, тольяттинский воспитанник, добил в сетку отбитую вратарем шайбу В начале второй 20 минутки альметьевцы имели прекрасную возможность удвоить счет Но Владимир Бакика попал во вратаря После этого активных атакующих действий у подопечных Решата Гимаева стало заметно меньше Их хозяева воплотили свое преимущество в голы Сначала они воспользовались ошибкой обороны нефтяника А затем, играя в большинстве, грамотно разыграли лишнего С содержанием и качеством игры своей команды, можно сказать, я доволен Единственное, что при пропущенном голе не разобрались Не поделили шайбу на своем пятачке Почему-то выключились из игры, когда играли 5 на 6 Получили гол, сумели собраться Нефтяник не сложил оружие и пытался отыграться до самого конца На последней минуте гости заменили вратаря шестым полевым игроком Но после вбрасывания в зоне соперника проиграли шайбу Итальятинцы поразили пустые ворота Лада победила 3-1 Если дома у нас неплохо сыграло нападение Сегодня, к сожалению, они проявили беззубость Забивая один гол и, в принципе, не создавая особо проблем в атаке Очень тяжело выиграть После матча игроки нефтяника поблагодарили болельщиков за поддержку А фанаты, в свою очередь, выразили преданность черно-белым цветам Больше всего я переживала, конечно же, за нашу команду нефтяник Очень хотела, чтобы мы победили Очень переживала К сожалению, жалко, что мы проиграли После противостояния с Ладой Черно-белые скрестили клюшки с еще одним географическим соседом Аряда из Волжска Встреча выдалась захватывающей и богатой на события На радость болельщикам На двоих команды забросили 11 шайб Уже в первом периоде соперники, по очереди выходя вперед, шесть раз огорчили вратарей и ушли на перерыв при счете 3-3 В составе нефтяника отличились Руслан Шайхулов, Рустам Шангараев и Алексей Ермолаев Во втором игровом отрезке гости дважды доказали нефтяник за ошибки и повели с отрывом в две шайбы Как бразильцы играли Кто больше забьет Но в обороне тоже много было ошибок Третий период превратился в затяжной штурм ворот Ариады Хозяева, словно волны, раз за разом накатывались на оборонительные валы Волжан Менее чем за 10 минут до конца третьего периода нефтяник уступал 3-5 Но концовка 20 минутки превратилась в настоящее чудо на льду Сначала Андрей Демидов завершил точным броском усилия партнеров по тройке А затем он же совершил сольный проход от своей зоны И поразил ворота гостей, приведя переполненные трибуны юбилейного в восторг Ничья, еще несколько минут назад казавшаяся несбыточной мечтой Теперь не устраивала альметьевских игроков Трибуны и пойменный кураж гнали их вперед И менее чем за 2 минуты до сирены юбилейный вновь взорвался ликующими возгласами Даниэль Насыбуллин провел шестую шайбу нефтяника В итоге победа 6-5 Черно-белые взяли верх, продемонстрировав отменные волевые качества И доказав своей игрой, что является командой, способной на многое Очень напряженный момент были Столько голов Очень тяжелый матч был, тем более принципиальное соперничество Между альметьевским и Волжском Я очень рад, что мы сегодня выиграли Я думаю, болельщикам очень понравилась эта игра Волевая и красивая победа нефтяника вызвала на трибунах настоящую эйфорию Болельщики долго не хотели расходиться Скандируя имена любимцев и благодаря команду за подаренную радость Команда сыграется, опыт придет и начнут выигрывать Нефтяник показали, что они реально сильная команда Показали, как они умеют играть Как они должны играть Мы очень надеемся, что следующие и последующие игры будут тоже на таком же уровне Набрав 30 очков после 23 проведенных матчей Нефтяник расположился на 16 месте в таблице чемпионата высшей хоккейной лиги В зоне плей-офф Следующую встречу в турнире подопечная Решата Гимаева сыграет в Орске 18 ноября А затем команда проведет домашнюю серию с трех матчей 23 ноября в Альметьевск пожалует Тверской ТХК 25-го нефтяник сыграет с ВМФ Карелии А 27-го с Титаном из подмосковного Клина Фармклуб нефтяника «Спутник» выдал шестиматчевую победную серию В молодежной хоккейной лиге группы «Б» Команда набирает очки и поднимается в турнирной таблице В начале ноября «Спутник» скрестил плюшки с одним из самых принципиальных соперников Батыром из Нефтекамска Финалистом прошлого сезона в МХЛБ Обе игры прошли под диктовку хозяев и завершились их победами Счет первого матча 3-1, второго 7-4 Это как бы наши конкуренты по играм И у нас с ними всегда проходят такие игры То, что мы всегда играем очень напряженные игры У нас с ними получается И здесь, подходя к этим играм, ребят не нужно было настраивать Затем «Спутник» принимал «Металлург» из Медногорска В первом матче хозяеву к исходу первого периода вели со счетом 3-0 И в дальнейшем без проблем довели встречу до победы 5-3 Выигрыш в первом поединке, видимо, убаюкал игроков команды хозяев После первых 27 минут второго матча они уступали 0-2 В дальнейшем подопечные Эдуарда Дмитриева сумели переломить ход встречи и добиться победы Счет 4-2 Если сравнивать вчерашнюю игру и сегодняшнюю Сегодня немножко вышли, как сказать, немного расслаблены Думали, что соперник, в принципе, очень хороший К этому сопернику нельзя подходить Шапка закидательская Взяли себя в руки И, как бы, результат показал то, что 4-2 мы сегодня выиграли Матчи против «Металлурга» стали последними в составе «Спутника» для Евгения Филина Его пригласили в «Казанский Барс» в команду молодежной хоккейной лиги «Группа А» В этом сезоне воспитанник спортшколы «Нефтяника» дважды признавался лучшим нападающим месяца в МХЛБ В его активе 20 заброшенных шайб и 14 результативных передач Я тут все-таки с 11 лет уже привык уже Ну, почти уж родной город для меня альмейцы В Казань Ну, в Казань тоже охота И уже уровень повыше, поинтереснее будет Надо расти дальше В команде только хорошее воспоминание И я не знаю, тут много друзей Только, только все хорошее воспоминание После этих побед «Спутник» набрал 44 очка Команда занимает третье место в таблице конференции «Восток» И первое место в своем дивизионе молодежной хоккейной лиги «Группа Б» Это была программа «Все о хоккее» Вестник Альметьевского хоккейного клуба «Нефтяник» Хоккей темы хорош, что в нем всегда есть место надежды Так что болейте за наших Всего вам доброго и до встречи Редактор субтитров А.Семкин